Время государства Время государства Это и привело к возникновению государства До этого Люди Жили маленькими группами Охотников-собирателей Эти группы были связаны Родственными узами Всего Человек по 25-30 В России так до сих пор Живут народы севера А в деверах Амазонки Первобытные племена В этих группах Первобытных группах Имеют место доверительные отношения Между людьми Ну как в большой семье Правда по отношению к другим группам Которые конкурируют За охотничьи угодья Отношения могут быть предельно враждетные Но доверительные отношения Отошли на задний план Когда численность Племене Стала превышать тысячи человек В таком сообществе Личные доверительные отношения У каждого с каждым Ну просто не могли иметь места На смену им пришло формирование Узких групп Стремящихся к власти В отношениях между людьми Господствующее место Заняло насилие Или угроза его применения Вот тогда-то и началось формирование Хрупких Естественных Государств Княжеств Люди Различаются не только Ростом и силой Важнейшая характеристика человека Является Агрессивность И способность унять страх Сильный и добрый Но не желающий рисковать жизнью Может быть исправным крестьянином Но не воином А более злой и агрессивный Станет дружинником Для которого убить человека Очень просто Именно это различие Приводит к тому Что среди людей Формируются группы Специалистов по насилию Князей со своими дружинами Готовыми силой и угрозами Заставить других Пахарей, скотоводов, купцов Платить ренту дань Если такие специалисты По насилию Проживают с подданными То в институциональной экономике Их называют Оседлыми бандитами В естественных государствах Часто имело место Этнократия Когда власть над племенами Устанавливала Пришлая группа специалистов По насилию Яркий пример этому Приход на территорию Славянских племен И захват власти Варягами Князем Рюриком И Олегом С дружинниками Кроме оседлых бандитов Были и кочующие бандиты Основное отличие Оседлых бандитов От кочующих бандитов То есть князи Игоря От Хазара Состояло в том Что ему И его дружинникам Выгоднее не забирать Все у селян Как поступили бы Гунну или Хазары Не обрекать крестьян На голодную смерть А довольствоваться Лишь частью Зато получать Ренту дань Ежегодно Рента это то Что можно изъять Под угрозой насилия При условии Что хозяйство Данника не разорится Семья не вымрет И возможно даже Останутся средства Для развития хозяйства Одна часть Ренты дани Была простым грабежом То есть Платой за воздержание Князя и его дружинников От грабежа Подданных по принципу Отдай часть Своих доходов Или заберем все Да еще и убью Сегодня в России Так силовики Назначают бизнесменам Плату за крышу Если бизнесмен Откажется платить То будет сфабриковано Дело и бизнес У него отнимут Именно в этом Проявлялась Хищническая природа Средневековых И современных Естественных государств Другая часть Ренты Дани Князю Была платой Населения За услуги Оказываемые Князями И его дружиной Например Охрану От степняков Поимку Нештатных Лесных Крабителей Показательный Пример Великого Новгорода Где князья С дружиной Оказывали услугу Охраняли Республику То есть Работали по найму И могли быть уволены Но и там Где князь Был авторитарным Правителем Как в Московии Ему приходилось Содержать Стрельцов Чтобы охранять Подвластные земли От набегов Сбор Ренты Дания Требовал строительства Дорог Мостов И наличия Грамотных сборщиков Поэтому приходилось Из казны Князи Тратить средства На инфраструктуру И образование Теория Общественного выбора Как часть Экономической теории Исходит из того Факта Что обычный человек Эгоистичен И стремится Увеличить Объем Своих благ Поведение Князя И его дружины Эгоистично И закономерно Взымая С простолюдинов Дань Они увеличивали Объем Своих благ Своего богатства Но при этом Специалисты По насилию Должны были Искать На опыте Оптимальную долю Изымаемого Богатства Ведь непосильная Дань Лишала Возможности Крестьянские Хозяйства Развиваться И тем самым Уменьшала Доходы Самого Князя Более того Крестьяне В определенном Случае Просто бросали Свои хозяйства И подавались Кузаки Поведение Простолюдинов Тоже Экономически Оправдано Платя Дань Князю Они Не только Сохраняли Свою жизнь И хозяйство Но и получали Защиту От набегов Степняков Других Специалистов По насилию Если дань Была Не слишком Велика У них Даже Появлялась Возможность Для сбережений И инвестиций В развитие Своих хозяйств По мере Укропнения Государств Структура Правящей Коалиции Оседовых Бандитов Усложнялась Появились Города Наместники Воеводы Служили Люди В приказах Сами Князья Заключали Союзы В которых Например Московский Князь Был старшим По положению А Тверской Младшим В одних Случаях Эти правящие Коалиции Становились Жестко Спаянными Пирамидами Власти Под началом Верховного Правителя Как у Чингисхана В других Как в Англии Имели место Рыхлые Объединения Местных Феодалов По принципу Мой вассал Не твой вассал Важно Что правящая Элита Этих Естественных Государств Была объединена Стремлением Взымать Дань Рентус Простолюдинов Эти Властные Союзы Держались На угрозе Насилия Угроза Насилия Со стороны Своих Заставляла И правителя И членов Правящей Коалиции И простолюдинов Исполнять Принятые Договоренности Если член Коалиции Нарушит Договоренности С авторитарным Правителем Против него Могут Применены Репрессии Например Изгнание Юрия Рушкова Но если Правитель Нарушает Интересы Или договоренности С нижестоящими Членами Правящей Коалиции То они Могут Его отстранить От власти Пример Свергнутого Никита Хрущева Могут Даже Обезглавить Как это Произошло С королем Средневековой Англии Отношения Внутри Союза Встроились И на Личных Отношениях С каждым Лордом Бароном И мэром Вольного Города С каждым Епископом У верховного Правителя Царя Короля Был торг И личные Договоренности О его Правах И обязанностях Размерах Уплачиваемые В казну Дани О выставляемом В случае Войны Войске Это сейчас Мы можем Говорить Об обязанностях Мэра Города Безличностно Любой Гражданин На этой должности Делать Должен То-то И то-то А вот В естественных Государствах Все обязательства Связывались С конкретной Личностью Например Договоренность Путина С Медведевым О местоплестительстве В естественных Государствах Когда меняется Мэр Меняется И достигнутая Договоренность А вообще В естественных Государствах Правитель Стоит выше Закона Его указания И для судьи И для чиновника Выше правил И статей Закона Более того Члены Правящей Коалиции Тоже испытывают Мягкие Ограничения Закона Закона Законы Законы Принимаются Риск 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 Экономики Мизер Князь Бандит 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 Будет вести себя Как бандит Качающий Автократ Автократическое государство Это государство Хищническое Оно собирает Ренту дань В интересах Правящей Верхушки Максимизирует Ее богатство Ее престижное Потребление Если в демократических Странах Политики И чиновники Работают За умеренную Зарплату То в естественных Государствах Значительная Часть бюджетных Расходов Распиливается Чиновной Вертикалью И приближенными К ней Бизнесменами Налоги Собираемые С населения Выводятся В развитые Страны Это новая Форма Колониализма Идут На компенсацию Убытков Близких К авторитарному Правителю Олигархов Например Компенсация Пострадавшим От санкций Банкиром Членом Кооператива Озера Или Лишившемуся Замка В Италии Олигарху Ротенберго Собираемые С населения Налоги И рента Дань Расходуются Не только На престижное Потребление Власти Мущих Но и на Удовлетворение Геополитических Амбиций Ядерное Оружие Война В Сирии Военная Помощь Террористам В Донбассе При этом Оплата Дани Ренты Лишает Граждан И созданные Ими Фирмы Значительной Части Средств Для своего Развития Именно Отсюда Проистекает Отсталость Естественных Государств Отметим Что Интересы Населения И правящей Элиты В естественных Государствах Сильно Различаются Для правящей Коалиции Интересны Только Те Расходы Которые Позволят Увеличить Размер Присваиваемой Дани Ренты Широкие Шислои Населения Ориентируются На увеличение Собственных Доходов Развития Своего Хозяйства То есть Интересы Элиты И населения Разные Например Крышевание Бизнеса Ведет К росту Издержек Производителей Продуктов Ну и Соответственно Цен Что ложится Бременем На покупателей В условиях Естественного Государства Плата за крышу Это стержень Общественного Устройства Но в условиях Демократии И открытого Доступа К бизнесу Идет Непримиримая Борьба С крышеванием Ни в Германии Ни в Швеции Крыш И взяток Нет Интересы Различаются Например При строительстве Новой дороги Ее будут строить За счет казны Лишь в том Случа Если дорога Обеспечит Прирост Собираемых Налогов Причем Прирост Это должен быть Больше Чем Сами затрат На строительство Для населения За строительство Новой дороги В складчину Будет оправдано Если вызванный Ею прирост Общих доходов Превысит Затраты На ее строительство Так как Суммарные Доходы Населения Больше Суммы Собираемых Налогов Всегда То и выгода Для населения Больше Чем для оседлых Бандитов Значит Граждане И их представители В местном парламенте Проголосуют За строительство Дороги Там Где авторитарные Правители И его оседлые Экономические последствия Различия В подобных решениях Огромны Чем меньше Расходы На общественные Услуги Инфраструктуру Медицину Образование Тем выгоднее Для оседлых Бандитов Для мафиозной Власти Ну какое Дело Современному Олигарху До того Что сокращается Бюджетное Финансирование Системы Образования Он готов Поддержать Расходы На Олимпиаду В Сочи За счет Бюджета Потому что Это позволит Ему лично Обогатиться Поддержать Бюджетные Субсидии На строительство Нового порта Или нефтепровода Потому что Это облегчит Ему вывоз Нефти За рубеж Но зачем Тратить Деньги На учителей Коренная Причина Отсталости Естественных Государств В институтах То есть В правилах Жизни По которым Живут Люди Этих Государств В тех Ограничениях И стимулах Которые Формируют Отношения Между ними Страны С плохими Институтами Застревают В своем Развитии Пример Тому Северная Южная Корея ФРГ И ГДР Одни Народы Но разные Правила Жизни Перелик Несопоставимым Результатам Преимущество Развитых Правовых Государств И состоит В отсутствии Ренты Дани Эти Государства Экономисты И политологи Так и называют Государство Открытого Доступа Это высокоразвитые Страны Их Немножко Больше Двух Десятков Которые Стали Такими Именно Благодаря Конкуренции В экономике И политике В этих странах Закон Обязательный Для всех И не только Для простолюдинов Там суд Независим И закон Важнее Чем указание Начальства Там любые Организации Могут быть Созданы Гражданами Без разрешения Власти Там имеет Место Созидающее Разрешение Когда новые Изобретения Позволяют Получать Ренту Сверх доход Но конкуренты Быстро Разрушают Возможность Получать Этот доход Придумывают Новое Еще Более Ценное Изобретение Приходится Изобретать Новое И очень Важно Что там Силовики Отодвинуты От власти Над ними Установлен Реальный Политический Контроль В сравнении С ними Естественные Государства Принципиально Не способны К быстрому Развитию Поскольку Свободная Конкуренция С открытым Доступом Противоречит Самой Природе Такого Государства В нем Лояльность Гарантируется Получаемой Силовиками Рентой Данию И она Возможно Только при Ограниченном Доступе К ведению Бизнеса К политической И общественной Деятельности Но если Нет конкуренции То в стране Нет прогресса Для того Чтобы в России Сформировался Порядок Открытого Доступа То есть Возникло Современное Развитое Правовое Государство У россиян Должно Измениться Представление О должном О том Какие порядки Надо установить В России Мировой Показывает Что для того Чтобы обеспечить Рост экономики И доходов Силения Конкретного Государства Необходима Реальная А не бутафорская Политическая Конкуренция Право избирателей Делать выбор Среди кандидатов Во власть Только радикальные Политические реформы Освобождают Бизнес от крыш Страну от олигархов Повязанных с политиками Меняется И менталитет Населения А главное Начинает развиваться Бизнес Делающий страну И людей богаче Причем Как показывает Мировой опыт В парламентских Республиках Политическая Конкуренция Быстрее Снижает Уровень Коррупции Так как Конгурирующие Партии Знают Кого И как Надо контролировать До тех пор Пока наши Граждане Будут полагать Что изменить Ничего нельзя Наше Российское Естественное Государство Сохранится И мы Будем Прозябать Нищете Редактор субтитров